МИРОТВОРЧЕСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА Удастся ли украинским дипломатам переиграть российских в ООН? Протестные клаксоны Смогли ли владельцы евроавтомобилей загнать власть в тупик? И как чиновники могут ответить за блокаду правительственного квартала? Месяц до манны пенсионной Испеют ли правительство и депутаты выполнить обещание о повышении пенсии в октябре? Падшая валюта Чем вызвано падение гривни и как низко еще может опуститься ее цена? Добрый вечер Это подробности недели, которая хотя и была неспокойной, но никто и не думал, что закончится она настолько жестко Взрыв в центре Киева В нескольких десятках метров крещатик В нескольких сотнях метров администрация президента К сожалению, вынужден констатировать, вот этот почерк убийц уже приходится называть классическим Взорван автомобиль, водитель погиб Больше деталей мы узнаем у моей коллеги Елены Зориной Она уже работает на месте преступления Лена, приветствую тебя В первые часы после столь громкого убийства Тебе удалось узнать какие-то детали произошедшего? Имя убитого? Первой версии, возможно? Прошу Ну и попроси не мешать, пожалуйста, правоохранителям тебе работать Леш, буквально одну минуту Леш, буквально пару минут просят для того, чтобы проехал транспорт Давайте включимся немножко позже Пустить транспорт и немного, и ты можешь с нами уже общаться в это время Хорошо, давайте не будем мешать правоохранителям, если для этого они прерывают твою работу Исполнять свои обязанности Как мы понимаем, сейчас на этом месте неспокойно Но вот мы видим, наверное, скорее всего, да, все-таки это автомобиль какой-то спецтехники подъезжает Это и понятно, и много каналов, и самим правоохранителям нужно в это время находиться на связи друг с другом В частности, такие же техники помогают и нам сейчас связаться с нашей коллегой Еленой Зориной Лена, я надеюсь, у тебя сейчас есть возможность все-таки ответить на мои вопросы Давай, мы тебя слушаем внимательно Да, Леш, вот что известно к этому часу Буквально взрыв произошел полтора-два часа назад в самом центре столицы, в районе Бессарабского рынка И сейчас в квартала Цеплен, как вы видите, вокруг можно видеть также стекла, обломки машины Здесь работают эксперты-криминалисты, спасатели, также взрывотехники Обследуют ближайшую территорию на предмет других закладок Есть такие подозрения Известно сейчас к этому часу, что взорвалась машина с грузинскими номерами В ее салоне находились трое, это женщина и ребенок Сейчас они госпитализированы И мужчина, он, к сожалению, погиб В полиции говорят, что это похоже на целенаправленное покушение И уже известно имя погибшего Вот что, собственно, говорят Это, ну, в принципе, уже известно, что это особа, довольно известно в таких криминальных колах Его звать Тимур Махаури Вин громадянин Грузии Вин мав стойкие связки с різного рода чеченскими колами Вин також затримывался и притягался до ответственности в этом году у нас в Украине Но уклав угоду и следствием, визнав свою правину И получил условный термин за тот злочин, который предупреждался тогда, когда он был затриман и притягался до ответственности За какой статей он выношился? Что я не ошибаюсь, это незаконное зберегание оружия Основная версия – это целоспрямованный замах на убийство этой особи Также к этой минуте известно, что за жизнь женщины сейчас борются врачи У нее тяжелое ранение ноги, а в жизни ребенка ничего не угрожает Собственно, мы продолжаем здесь работать и ждать хотя бы предварительные оценки экспертов Где была заложена взрывчатка, собственно, что произошло И также попытаемся найти очевидцев Алексей Мы тоже будем следить за развитием событий Как только будут новости, сразу с тобой связываемся, рассказываем об этом нашим зрителям Оставайся, пожалуйста, на месте Отдельное спасибо, Лена, за умение профессионально работать в самых сложных, непредсказуемых ситуациях Елена Зорина из центра столицы рассказала нам первые новости Первую информацию, которая известна о громком, резонансном, я бы даже сказал, циничном убийстве на Бессарабской площади Мы продолжим обязательно еще вам рассказывать об этой истории Пока же к другим темам На этой неделе наши политики успели все, что только можно Поскандалить, поработать, даже столкнуться с масштабными протестами святая святых в правительственном квартале Впрочем, как раз такого эмоционального старта от политического сезона все и ждали Ожидают и такого же продолжения, возможно, даже более громкого Все-таки именно в этом политическом сезоне определится, кто, как и с кем пойдет на следующие выборы И президентские, и парламентские И главное, что заставляет политиков понервничать, это цифры Вот, например, актуальная социология Эти данные опубликованы уже в сентябре Больше всего опрошенные социологами из центра Софии симпатизируют Батькивщине Результат 11% На втором месте оппозиционный блок с 10% На третьем блок Петра Порошенко с 9% голосов опрошенных Теперь о том, что интересно Что более 17% опрошенных пока затрудняются ответить Какую партию они поддержали бы на выборах А значит это, что значительное число избирателей Будет решать, за кого проголосовать уже на участках И это повышает ставки для всех политсил Вдобавок к тому, что разница между вероятными лидерами гонки Чуть больше процента Чего на таком нервном фоне ждать от депутатов Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко Они в едином порыве спели гимн на открытии новой сессии Но до единства в зале уж точно далеко Хотя призыв к единству звучит рефреном в спичах Перед стартом политического сезона Еднатися, концентруватися, а не делитися Не разбегатись Это должно быть нашим гаслом Я сегодня прошу вас и закликаю всех нас Объеднатись, перестать заниматься Постойными чварами Мы имеем с вами шанс Сработать Украину успешной Единство заканчивается там, где начинается законотворчество Чтобы эта единство была, она должна быть по суті Навколо законов, что березут суверенность и целостность страны Навколо законов, что говорят про цивильный контроль над оборонными витратами Навколо законов, которые принимаются для того, чтобы вбить коррупцию Я всегда хочу, чтобы опозиция, она в нас ризна Столько видов опозиции, чтобы она всегда конструктивными пропозициями Подвищивала планку и дотискала, в частности, владную коалицию До более качественных законоприятий Провальные голосования и бесконечные переголосовывания На этой сессии видеть точно не хотят Ни в Кабмине, где сразу очертили необходимость реформ Ни в коалиции, которой как никогда нужно доказывать, что она есть От слова «реформа» скоро людей будет нудить, потому что все у нас называется реформа Люди втомились, люди агрессивные, они не чувствуют позитивных изменений И они, соответственно, перекладывают всю ответственность исключительно на парламент Нам остается год на нормальную, стабильную работу, потому что через год стартует предвиборчая кампания И тогда уже мы не сможем принять законы, которые действительно потребуют общество Потому что все дадутся в популястичную риторику Проявлять активность депутаты начали уже в первый рабочий день Внеся в повестку дня образовательную реформу На нее потратили весь день По сути, законопроект скандальным не был спорным Да, но многие вопросы снимали на ходу Поэтому и табло показало наличие голосов не только коалиции Мы сделали все, чтобы не было закрытия школ, чтобы не было сокращения количества вчителей, педагогов и выкладчиков Мінімальная заработная плата для вчителей этим законом передбачена на уровне трех минимальных заработных плат Это почти 10 тысяч гривен И это серьезный крок вперед Тут мы сделали соответственный консенсус Что 12-летняя, но она начинается для детей с 6 лет И таким чином миф про то, что дети будут закинчивать с 19 лет Цего не будет Дети будут закинчивать с 18 лет, когда они становятся дорослыми в соответствии с законодательством Самое главное то, что я заметил, что большинство депутатов как раньше не ознакомливалось, так и сейчас не ознакомились с законопроектом, с которым они голосуют Один из самых простых показателей, когда я в конце спрашивал, специально подходил, интересовался после закона об образовании А мы за 11-летнюю реформу голосовали или за 12-летнюю? Одни говорили за 11, другие за 12 Третьи советовали, чтобы точно знать, спросить у Лили Гриневича И если образовательную реформу принять смогли, то судебную только начали обсуждать 4700 поправок, по сути, замечаний, на которые нардепы потратят не одно заседание Только по моих подрахунках есть около 40 противоречий, которые не дадут работать с каждым из этих кодексов А дальше по списку депутатов еще череда реформ, а значит череда споров и конфликтов Очевидно, снова на порядке дня будет вопрос о том, что моратория на продаж земли Оскільки этот термин моратория мы установили в прошлом году и он закинчивается Тут нужно визначаться, будет много голосов, будет много дискуссий Но по живому побачим И главное, что будет также запекать, это бюджетный процесс Найбільш проблемным это будет медичная реформа Я не понимаю, каким образом я должен сейчас проголосовать за медичную реформу Я не понимаю, что с 1 сечня 2018 года все финансирование по медичному забеспечению Лягает на местные бюджеты Пойдет подготовка так званой медичной реформы, так званой пенсионной реформы Так само кулуарно, так само с вырахованием только интересов окремых политических сил И очень далеко от интересов общества Мы категорично против таких подходов А на подходе еще и вопросы безопасности закон о реинтеграции Донбасса О котором много кто говорит, но мало кто видел Практически готов и внести в повестку дня его могут спонтанно Я думаю, что он появится, остаточный вариант, после возвращения президента Украины Из Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Тримала закон в руках Читала все статьи Обговорила специалистами Особисто я Залишился единственный момент Про миротворцев Мы будем включать эту статью в этот закон Не будем включать Який вигляд будет мать эта миротворча миссия Все равно это вопрос будет голосовать в зале Но за чередой реформ и законопроектов Поданных к админам и президентам У депутатов есть и свои документы И в каждой политсиле таких десятки У нас есть три основных приоритета Первое, это достижение мира И мы будем работать в этом направлении По мере наших сил и возможностей И будем прилагать все возможные усилия Для того, чтобы добиться мира Второе, это отмена тарифов За это мы готовы голосовать в любой момент Мы считаем, что тарифы убивают людей Они грабят людей И эти тарифы в нынешнем виде существовать не могут И третье, это повышение социальных стандартов И создание рабочих мест Это три приоритета За которые оппозиционный блок готов голосовать У нас на эту тему есть огромное количество законопроектов Которые, к сожалению, не рассматриваются правящим большинством Но это те приоритеты, за которые мы будем бороться На этой сессии и то, чего мы будем добиваться Добиваться и настаивать в этом зале будут все Вялым сезон точно не будет А вот будет ли продуктивным, осень покажет Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Геннадия Никеенко Подробности недели, телеканал Интер Пожалуй, пиком продуктивности Верховной Рады на этой неделе Стало голосование за реформу образования Она была приоритетной у власти Наряду с пенсионной, медицинской и судебной Ну и, наверное, станет первой и последней реформой в этом политсезоне Голосование за которую прошло хотя бы без драки Поддержали законопроект 255 депутатов Причем как из коалиции, так и из фракции Которые не устают эту коалицию критиковать Например, 25 голосов дала сама Помеч Не обошлось и без уже привычной для коалиции радикальной поддержки Это еще 14 голосов Плюс 13 задала Батькивщина После учтенной поправки о зарплатах учителям А вот оппозиционеры потребовали от президента Наложить вето на такой формат реформы В ОПО-блоке заявляют, что принятая редакция закона Об образовании нарушает базовые права граждан Украины Мол, должно быть больше возможностей для обучения на родном языке А те нормы, за которые проголосовали депутаты Не соответствуют европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств С похожим заявлением выступил и губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль Он тоже обратился к президенту с просьбой витировать этот закон Кстати, о беспокоенность в связи с новым законом Выразили дипломаты Венгрии и Румынии По их оценке документ нарушает права венгерской и румынской общин в Украине В заявлении МИДа Венгрии принятые нормы о второстепенном статусе языков нацменьшинств Вообще названы ножом в спину Венгрии А решения украинских депутатов, я процитирую, постыдным и противоречащим европейским ценностям Не остался в стороне и польский МИД Там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании в нашей стране И обеспечить украинским полякам доступ к обучению на польском языке И все-таки, скандальность законопроекта об образовании пока еще нельзя сравнить с теми дискуссиями Которые может вызвать голосование по другим реформам Вот скажем, на очереди у депутатов реформа здравоохранения Предложенный Минздравом вариант в большинстве полицил пока поддержать не готовы И это еще мягко сказано Многие политики называют этот вариант реформы чуть ли не демонтажом украинской медицины И если его начнут продавливать через парламент, дело может закончиться еще и массовыми протестами Судьба пенсионеров – другой болезненный вопрос Тут политикам придется поспешить Ведь уже с 1 октября Кабмин обещал повысить пенсии в Украине А для этого нужно позитивное решение в Раде как раз по правительственному варианту реформы Впрочем, с пенсиями Кабмину обещал помочь президент Об этом он сказал в четверг, выступая в Верховной Раде Уряд сделал первые шаги с принятия зарплаты учителям и лекарям Я надеюсь, что следующего тижня Верховная Рада Украины Прийме наш общий проект пенсионной реформы Который был разработан Урядом Затверденный и доопрацованный Национальный Радой реформ При президенте Украины Очень большой внесок сделали вы Я очень надеюсь, что это даст возможность в осень Для значительной части пенсионеров Сбільшить пенсию Это, как я уже неодноразово сказал Главная и принциповая реформа Позиция, которая даст возможность И оздоровить ситуацию с выплатами пенсии И поддерживать подвижение пенсии Я еще раз наголошу, я участникам этого процесса И полностью это поддерживаю Итак, получится ли у политиков Собирать большинство голосов И по остальным запланированным на осень решениям? Давайте спросим об этом у политологов На связи со студией Владимир Фисенко И Александра Ришмедилова Пожалуй, самые известные украинские политические эксперты Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Владимир Спасибо, что присоединяется Вопрос у меня к вам один Вот ваш прогноз Этой осенью получится собирать большинство голосов Заключевые вопросы Что будет с пенсионной реформой Реформой здравоохранения Есть ли у них шансы успешно пройти через Верховную Раду? Александра, давайте начнем с вас Прошу Думаю, что наиболее реалистичной будет, конечно, пенсионная реформа Особенно после того, как президент показал поддержку правительству И непосредственно господину Гроссману И призвал парламентариев поддержать пенсионку Таким образом, я думаю, что президенту на сегодняшний день Наиболее реалистично консолидировать законотворцев Потому что Владимиру Борисовичу не всегда удается найти общий язык с парламентариями Относительно судебной реформы, которая тоже крайне важна для президента Я думаю, что и в этом вопросе придется найти тоже голоса Только после того, когда более 4 тысяч, почти около 5 тысяч правок смогут проработать парламентарии Видим, что пока они не сильно продуктивны Им удается только сотнями списывать какие-то или решать какие-то правки То есть посмотрим, насколько быстро они смогут это сделать Относительно медицинской реформы И тут я более скептична, потому что до сих пор госпожа Супру не является полноценным министром Приставка ИО во многое мешает и ей лично И тому виду реформы, которую пытаются представить парламентариям Он во многом дискуссионен Поэтому под него с голосами, думаю, будет сложнее Относительно земельной реформы Скорее всего вопрос будет решаться Если не получится через сессионный зал, то есть запасной путь Это отмена моратория через Конституционный суд Вот это приблизительно такая динамика на ближайшее время Ну и, конечно же, еще лейтмотивом, красной нитью будет проходить всю осень бюджет Понятно, о бюджете мы обязательно поговорим Спасибо, что вспомнили о нем, Александр Курасович А, ну и последнее, конечно, это еще закон о реинтеграции Донбасса Да, понятно, спасибо, ваше мнение понятно Владимира, а ваше мнение? Это закон о реинтеграции Донбасса еще Владимир, вопрос вы слышали? Что касается предстоящих голосований по... Да, 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 я понял вопрос Да, судьба реформаторских законопроектов президента и правительства На мой взгляд, хотя и сложнее, чем сообразовать на реформы Но, скорее всего, будет проголосован законопроект по пенсионной реформе Поскольку в первом чтении он был поддержан Как уже было сказано, поддерживает президент И самый главный аргумент для многих депутатов То, что будет повышаться пенсия для более чем 9 миллионов пенсионеров А уже многие думают о будущих выборах Не в этом году, не в будущем, а в 2019 Но повышение пенсии это еще такой электоральный аргумент Поэтому, скорее всего, пенсионная реформа будет поддержана Хотя, возможно, с некоторыми поправками По медицинской реформе действительно будут проблемы И не из-за того, что у Супрун неполноценный статус Вокруг этого законопроекта очень много идеологических, партийно-политических А самое главное, бизнесовых противоречий и даже личностных противоречий Поэтому 50 на 50 В лучшем случае, может быть, удастся проголосовать в первом чтении Тот законопроект, который не был поддержан на предыдущей сессии Но в любом случае, вот, самые большие сложности будут с этим законопроектом Земельная реформа пока не на повестке Дня парламента Нет даже законопроектов В лучшем случае, эта реформа может быть вынесена на рассмотрение депутатов К концу сессии, не раньше Ну и, конечно же, еще в сентябре попытаются все-таки принять судебную реформу Поскольку надо запускать работу нового Верховного Суда Поэтому, думаю, что здесь тоже будет концентрация усилий Для того, чтобы уже к октябрю была полная готовность к работе высшего органа судебной власти страны Спасибо, уважаемые эксперты Ну что ж, ваши прогнозы услышаны Еще встретимся обязательно в эфире подробностей недели Проверим, насколько они оправдаются Владимир Фисенко и Александр Иришмедилов Отвечали на мои вопросы Мы же с вами теперь давайте детальнее разберемся с финансовыми вопросами этой осени Президент Петр Порошенко надеется, что уже на следующей пленарной неделе Депутаты проголосуют за пенсионную реформу А что конкретно им нужно поддержать? Я бы обратил внимание на один факт Даже при сегодняшних рекордно низких пенсиях В Украине дыра в пенсионном фонде уже превышает, вдумайтесь, 140 миллиардов гривен Столько, сколько приходится тратить на покрытие дефицита пенсионного фонда Государство не выделяет даже на оборону А ведь пенсии украинцам действительно нужно повышать У нас существуют категории пенсионеров, которым уже лет 10 не увеличивали выплаты Несмотря на все колебания курса национальной валюты и инфляцию Об этом начнем разговор с Александром Данилюком Александр, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в студии Гость подробностей недели, министр финансов Украины За присутствие в нашем эфире вам отдельное спасибо Здравствуйте, Александр Скажите, можно ли решить проблему дефицита пенсионного фонда О котором я только что сказал, 140 миллиардов гривен Без проведения реформы Вы себе представляете такой вариант, если парламентарии все-таки не проголосуют за? Что будет дальше? Проблема с пенсионной системой накопичила уже много лет И решить проблему, або остановить негативный тренд Неможливо без проведения системной реформы Тому, конечно, неважливо сейчас, что есть готова пенсионная реформа Она уже проголосована в первом читании И я сподіваюсь, что буквально протягом одного-двух тижнів Она будет принята в другом читании Это важно Это стабилизирует систему, дает перспективу до снижения дефицита пенсионной системы Звычайно, скоротить до нуля Это не реалистично То есть, в короткой строковой перспективе Но мы будем поступово скорочивать дефицит пенсионной системы Она должна быть самодостаточной Александр, давайте будем откровенны Пенсионеры, в общем-то, дыра в пенсионном фуде волнует мало, да? Насправдя Их волнует что? Две вещи Стабильность и повышение 1 октября обещали повышение Оно будет точно или не будет? Однозначно Если будет проголосована реформа Так, пенсионная реформа То будет подвышение пенсии Хорошо И она торкнется майже 9 миллионов пенсионеров 9 миллионов с 12-ми Тема пенсионной реформы Да и вообще пенсионеров Оно очень благодатно для наших политиков Очень удобно на ней удобрять свое электоральное поле, да? Многие спекулируют сейчас на теме Что пенсии вообще нужно повысить Хотя бы до уровня минимальной зарплаты Это что? Просто популизм? Или реально государство может найти эти деньги? Вот это подвышение, про которое мы планируем сделать с 1 октября Это то, что мы реально сможем сделать Так, не порушивая стабильность финансовой системы Мы всегда будем пытаться И когда работали над пенсионной системой Разработкой пенсионной реформы Мы пытались максимально подвышать пенсии Максимально Но нам главное также думать, что будет через год, через два Потому что пенсионеры не живут только сегодня Будут еще новые пенсионеры И все хотят видеть перспективную на несколько лет вперед То есть повышение это будет не первое? Ну, непосредственно Так, будет планироваться индексация каждого року И это тоже достаточно сутливо Потому что решение этого не произошло И мы должны быть уверены И показать перспективу Как будет развиваться пенсионная система Протягом наступных лет Как будет увеличивать пенсии И мы сейчас сделали реформу таким образом Что мы, когда мы говорим, что пенсии будут увеличиваться Что дефицит мы будем отримать там В размере 141 миллиард И потом будем его скорочивать Вот это абсолютно все хорошо рассчитано И мы уверены, что это будет реализовано Дай Бог, чтобы так и было Александр, давайте от пенсии перейдем к другой болезненной теме Это зарплаты Сейчас снова заговорили Людям начали обещать повышение минимальной зарплаты Как всегда впереди планеты всей Почему-то не экономисты и финансисты А политики это обещают Звучат суммы до 4 тысяч гривен Скажите, пожалуйста, с Министерством финансов Вообще кто-то подобное что-то обсуждал Оценивал возможности государства Перед тем, как выходить с такими обещаниями к народу Сейчас в праве бюджета закладена минимальная зарплата Размером 3723 гривен Вот это так же реалистичные цифры Яки мы, как уряд, бачим И можем гарантовать Что это поддерживает Что это может быть реализовано Без рисков для финансовой системы Мы будем в подальшем намагаться також цей показник сбільшивать Но завжди, когда мы это делаем 3 тысячи 764, да? Я не ошибаюсь С какого числа? С какого месяца? Это с 1 сечня Уже с 1 января Спасибо, я, наверное, прослушал Спасибо за просмотр Я говорю, что это показник, что это же показник такий штучный Так? Середняя зарплата в наступном роце Очекается на уровне 8600 гривен Наверное выше трошки Тобто, ну, минимально это такой показник, на который здесь справится Хорошо, а вы просчитываете риски от подобных... Он не на один год В этом бюджете будет перспектива на 3 года Так что мы не просто покажем, что будет в 2018 году Мы покажем, как, сейчас показываем, как наши решения Вплыватимут на 2019 и 2020 годы Хорошо, раз уж вы начали о бюджете Я вас о нем и порасспрашиваю уже буквально через минуту Зрителям хочу рассказать, что 15 сентября Это уже следующая пятница Станет еще одним важным днем для украинской политики Традиционно депутатское счастье привалит Новый бюджет Проект документа на будущий год Кабинет министров уже подготовил И как раз в следующей пятнице обещал представить депутатам Что это значит? Это значит, что потом, 3,5 месяца Народные избранники смогут заниматься одним из любимейших своих дел Выбиванием денег для своих друзей, предприятий и на округа Естественно, сами политики называют это заботой об избирателях и национальной промышленности Но всякий раз находится какой-нибудь курьезный момент Который демонстрирует всю суть бюджетного процесса по-депутатски Но вот самый яркий, пожалуй, я вам напомню Он был в декабре 2015 года Когда Арсений Яценюк и Наталья Ереська Собирали голоса, чтобы проголосовать за госбюджет Коалиции не хватало несколько десятков депутатов Готовых поддержать жесткую экономию Кабмину тогда отказывались помочь все Особенно радикально Однопартийца Олега Ляшков А лидер радикалов даже интервью успел раздать Мол, бюджет Яценюка не поддержит Потому что документ коррупционный, антисоциальный Но буквально через несколько часов взял, да и поддержал Тут есть нюанс Правительство тогда согласилось выделить 400 миллионов гривен На закупку пожарных машин Производство которых связывают как раз с главным радикалом И вот ведь у многих депутатов есть такой свой маленький свечной заводик На который очень нужно выделить государственные деньги Похожие истории были и в прошлом декабре Наверняка будут и в грядущем декабре Перед голосованием за бюджет И, кстати, накануне появились и новые детали того, как расходуются Подобные добавочные деньги в украинской политике В программе «Наши гроши» с Денисом Бигусом Это один из самых громких украинских проектов журналистских расследований Вышел очередной материал об имуществе лидера радикалов Десятки земельных участков в Киевской области Дома, квартиры в столице Речь идет об имуществе на десятки миллионов гривен При очень скромных официальных доходах Мы же продолжим разговор с Александром Данилюком Министром финансов Украины Александр, смотрите, ваша предшественница На посту министра финансов, госпожа Ярейска Вот на вопросы о вот этих вот всех торгах Она просто пожимала плечами и говорила Ну, такие особенности украинской политики Что с этим поделать? Надо как-то с этим, со всеми с ними договариваться Проект бюджета, который вы подготовили на следующий год Ожидает такая же судьба? Скажите честно Вот караваны вот этих вот из парламента уже идут Есть реалии украинской политики, это правда Но есть также возможность Работать бюджет реалистичным Без котелок И мы это показали Как можно это делать в минулом году И в этом году Проект бюджета, над которым Мы работали В минулом году Мы четко визначили приоритеты И все ресурсы Спрямовались именно на финансирование Цих приоритетов Это была охрана здоровья Основные параметры Освита Социальный защит То есть мы выделяем, четко показываем, где мы концентруем ресурсы И мы также говорим, что мы будем делать И тогда, ну, будь какие-то такие хотелки Они просто не вписываются в загальную конву И они настолько, ну, штучные Что просто неподвижно не принимаются в зале Вот именно таким образом мы будем делать и в этом году Понятно, в социальной сфере вы вспомнили, Александр Мы дотримались, очень важно, так же Ну, если важно, то уточняйте Еще, что отличается Действительно, когда бюджет принимается под ялинку То в очень короткий термин Обговорится все, что угодно Что-то проскочивает, что-то не проскочивает Зараз, в минулой роте И в этом роте мы будем рухатись Читко по календарю бюджетного процесса Показывает, что нашим депутатам Когда не подай документ В прошлом году вы его подали Согласно законодательству 15 сентября тоже, насколько я помню Проголосовали когда Проголосовали когда Ну, не под елочку, но на неделю раньше до Нового года Но все равно голосовали ночью, в последний день Бегали по залу с пустыми бумажками И друг другу давали сигналы Голосуем или не голосуем Постарайтесь, пожалуйста Вы упомянули социальную сферу Можно ли украинцам надеяться Это очень больная тема для украинцев, болезненная Можно ли надеяться на существенное увеличение социальных виплат или нет? Знову же таки Мы делаем все возможное Будет существенное увеличение, действительно И, кстати, как в социальной сфере Как вы знаете, у нас и в гуманитарной сфере Например, на освещение будет на 20% больше Больше загальной выдатки, чем в этом году На охрану здоровья на 16% больше То есть мы сутки увеличиваем финансирование тех сфер Которые действительно влияют на жизнь простых украинцев Проект, бюджетный процесс только начинается Это бюджетная гонка Еще не раз, уверен, встретимся и в этой студии тоже И будем обсуждать уже более детально по пунктам все его основные показатели Спасибо за то, что присоединение с эфиру Александр Данюк, министр финансов Украины, был нашим гостем Это подробности недели, напоминаю Вот о каких темах мы будем говорить дальше Протестные клаксоны Смогли ли владельцы евроавтомобилей загнать власть в тупик И как чиновники могут ответить за блокаду правительственного квартала Коматозная медицина Удастся ли реформой здравоохранения остановить предсмертные судороги отрасли Падшая валюта Чем вызвано падение гривни и как низко еще может опуститься ее цена Пока же возвращаемся к самой громкой, ну если честно жуткой теме сегодняшнего дня Взрывы в центре Киева Напомню, несколько часов назад был взорван автомобиль в центре столицы Погиб водитель, были ранены женщины с ребенком Предположительно это жена и ребенок погибшего Они доставлены в больницу Наш корреспондент Алексей Пшемыский сейчас в 17-й киевской больнице Там находится пассажирка БМВ Алексей, приветствую, что говорят врачи, в каком состоянии пострадавшая? Добрый вечер, Алексей Скажу, что пострадавшую до сих пор оперируют И судя по всему эта операция может длиться еще очень долго Ее состояние оценивают как крайне тяжелое Нам удалось узнать, что девушка 85-го года рождения Она сидела на переднем пассажирском сидении автомобиля И взрывом ей оторвало ногу Также врачи говорят о множественных ожогах Пока что о ее состоянии это вся информация Вот с минуты на минуту мы ждем, чтобы кто-то из врачей Смог нам прокомментировать Как ее состояние сейчас и как идет операция Также есть информация о ребенке Девочку отвезли в Ахмадед, в ожоговое отделение Но как говорят врачи, ее жизни ничего не угрожает Состояние оценивают как стабильное Ну и повторюсь еще раз, что вот с минуты на минуту Мы ожидаем немного больше информации Как только что-то узнаем, сразу же вам сообщим Мы ждем о тебе информации Алексей, сразу сообщаю, выйдем в эфир Все расскажем зрителям Алексей Пшемынский был с нами на связи Мой коллега, как и Елена Зорина Продолжает отслеживать события И собирает информацию о громком резонансном преступлении Которое произошло в столице всего пару часов назад Сейчас еще об одном преступлении Это стрельба в Киеве Теперь на авто с евро-номерами Сначала появились сообщения о том, что обстреляли джип Затем, что произошло ДТП, которое закончилось конфликтом и стрельбой Якобы в результате несколько человек получили ранения Впрочем, в соцсетях пишут и о том, что это могло быть ограбление Больше подробностей знает наш Александр Васильченко Все произошло в обед Вот здесь, на столичной улице Дегтяревская Была перестрелка и погоня Между двумя автомобилями на иностранных номерах На оживленном перекрестке Преследователи открыли огонь По предварительной информации, из автоматического оружия После нападающие пытались скрыться Они выехали на встречную полосу В районе улицы Зоологическая И протаранили две машины После чего скрылись Сейчас на месте происшествия работают криминалисты Следователи сообщили о двух раненых Людей госпитализировали Об их состоянии пока ничего не известно А машину стрелков уже нашли на соседней улице По предварительной информации, преступники пересели в другой автомобиль На какой именно марке машины скрылись стрелявшие Неизвестно Свидетели путаются в показаниях и не могут назвать точные детали Тем не менее, в городе объявлен план перехват Александр Васильченко, Виталий Коваленко Подробности недели, телеканал Интер Владельцы машин с евро номерами Вообще стали уже одними из главных ньюсмейкеров в Украине Вот только эта неделя чего стоит Владельцы таких авто попытались блокировать правительственный квартал Заявляли, что на акцию придет 100 тысяч человек Впрочем, смогли собрать намного меньше Но получилось все равно эффектно Это вдобавок к бесконечным дискуссиям о том Насколько вообще законно ездить на таких машинах Вдобавок к историям об авариях с участием таких авто Когда их владельцы просто сбегают Знаю, что привлечь их к ответственности очень сложно Как долго еще евробляхи будут генерировать новости для Украины? Выяснял Алексей Пшемыцкий Ауди, БМВ, Опели и даже, наверное, с трудом доехавшие из Польши Ланосы Или вот такие Мерседесы, Бентли и Ламборгини На улице Киева таких авто тысячи В народе их нежно называют бляхи Эстония, Литва, Болгария, Польша, Латвия Чем Киев не европейская столица? Из-за акции водителей евроавтомобилей За последние два дня правительственный квартал превратился в одну сплошную пробку Флаги, бочки, барабанная дробь Знакомая картина Полиция на акции никого не арестовывает Машины не эвакуируют Значит, все же ездят законно? Чтобы разобраться вдали от шума митинга Встречаемся с владельцем вот этого литовского Мерседеса Сергей ездит на бляхах уже не первый год Здравствуйте Привет Ну что, расскажите нам о машине, о своей? Да, поехали Какого года? 2003 год, 3,2 дизель Задний привод, мимо, подвеска На максимальной комплектации машина Во сколько обошлась? Хотел за нее литовец 5,800 Забрали мы ее за 4,700 4,700 евро Плюс оформить ее, зарегистрировать Доставить И обошлось еще 1000 евро Сейчас в хорошем состоянии Такой Мерседес в Украине стоит около 10-12 тысяч долларов То есть литовец в два раза дешевле украинца Главный вопрос Как и по закону ли можно ездить на таком авто? Автомобиль оформляется в Литве на юрлицо, на компанию Компания выдает доверенность Вы ее завозите в режим транзит Максимальный срок такого транзита 10 дней Но ездят намного дольше Да, они нарушают пребывание Он заехал на 10 дней Остался здесь и ездит Пока она ему не на заезд Год, два, три, четыре, пять Но вот проверять срок пребывания машины полиция не может А таможня не полиция Но даже если бы и была Штраф за просроченный транзит В 8,5 тысяч гривен Уплатил и можно снова ездить Хоть 10 лет Главное, что установить личность водителя такого авто, как у Сергея, легко Имя, фамилия, прописка, все паспортные данные владельцу украинца берут еще на границе Иначе машину не пустят в страну Но есть и другие истории Одесса, февраль этого года БМВ на литовских номерах влетел в столб на огромной скорости Машина в дребезге Одно из колес улетело на десятки метров Чудом никто не пострадал Водитель сбежал Киев, июль, снова БМВ, снова Литва, погоня Во время преследования полицейские врезаются в лобовую в другую легковушку Четыре человека в тяжелом состоянии БМВ с пробитым выстрелом колесом остановился неподалеку Водитель сбежал Тоже Киев, улица Гончара Митсубиши на болгарской регистрации Решил объехать затор по встречке В итоге столкнулся в лоб с джипом Водитель Митсубиши и пассажиры сбежали Вот они, на фото Все эти автомобили безымянные Их в страну завозят европейцы Как правило, поляки или литовцы А украинцам просто выдают доверенность Таких блях у нас десятки тысяч А возможно и больше, чем оформленных на фирмы Ведь стоят эти услуги в разы дешевле Платят 50 долларов, где в Ужонге прямо в техпаспорт вставляют печать О том, что гражданин Украины является спивластником такого транспортного средства Потом сам поляк загоняет автомобиль на территорию Украины За какие-то денежки Поляк уезжает навсегда А украинец использует автомобиль просто здесь, сколько хочет Если человек совершил ДТП и скрылся с места преступления И вот здесь, если автомобиль находится, например, на поляке Который якобы завез на территорию Украины Человека найти невозможно А значит и делать на дороге можно, что хочешь Убил, убежал, никто не найдет Часто не обязательно и давить в пол, чтобы устроить серьезное ДТП Вот видео, появившееся в интернете Опель на польских номерах Колеса, примотанные цепями и веревками Гарантии, что вы не сядете на такое авто в такси, ноль Люди продают таблю И говорят, у меня есть 2000 долларов, я хочу какую-то машину Вот они и получают такие машины, где цепями все прикручено Поддон, приварен к кузову Есть такие Это не зависит от регистрации машины Это все от человека зависит Как он относится к себе и к вещам Главный аргумент тех, кто покупает такие автомобили, зато дешево Но сколько же действительно стоит растаможить машину? Вот этот автомобиль был куплен в Германии в прошлом году Привезен в Украину и растаможен по закону о льготном акцизе Купить, довезти в Украину, растаможить, оплатить услуги брокера, различные сертификаты и экспертизы Все это обошлось в 6000 евро Рено Меган 2012 года В Германии эта машина стоила 4500 евро 19% налога продавец возвращает То есть реальная цена 3700 Автомобилю меньше 5 лет Евро 5 Растаможка по льготному акцизу 1500 евро Услуги брокера в Украине и экспертизы Еще 500 Плюс 300, дорога туда и назад 6000 евро Вот сколько реально стоит пригнанный с Европы автомобиль на украинской регистрации Авто среднего класса в хорошем состоянии Таких и еще более дешевых машин, попадающих под льготный акциз на европейских рынках, тысячи Сколько все же должна стоить растаможка Теперь предстоит решить депутатам и правительству Ответом на проблему могло бы стать возвращение техосмотра И внесение льготную растаможку стандарта не только евро 5, но и евро 4 Тогда по льготному тарифу можно было бы растамаживать автомобили, к примеру, не старше 10 лет И такие машины на украинских номерах стоили бы 3-4 тысячи евро А бюджет бы пополнился на сотни миллионов Любопытно, что пока не удалось даже толком подсчитать, а сколько вообще в Украине этих машин с евро номерами На днях фискальная служба отчиталась о том, что их чуть больше 60 тысяч Якобы именно столько за последние несколько лет было ввезено в нашу страну И тут осталось с нарушением законных правил При этом политики заявляют о куда большем количестве От нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов в евроблях Но по личным ощущениям, таких машин в Украине все же гораздо больше, чем 60 и даже 100 тысяч Наверное, вы и сами можете это заметить на любой улице или на любой дороге Похоже, заметили это и национальной полиции По крайней мере, такой вывод можно сделать по сегодняшнему сообщению Департамента защиты экономики нацполиции В Черновицкой области задержали сразу 5 должностных лиц Работали они в пограничном пункте пропуска, который, естественно, за взятку пропускали в Украину евробляхи У подозреваемых изъято более 200 тысяч долларов Цену за свои услуги служители границы определили скромную 200 долларов за машину И только за последние два месяца помогли ввезти в страну более 800 евроблях Сейчас полицейские проверяют начальство задержанных Все-таки без крыши такие схемы проворачивать вряд ли удавалось бы Наверняка вы заметили, что гривня этой осенью опять падает Почему это происходит? И как сильно национальная валюта может подешеветь? Это темы следующего часа нашей программы Дождитесь Миротворческая головоломка Удастся ли украинским дипломатам переиграть российских в ООН? Падшая валюта Чем вызвано падение гривни и как низко еще может опуститься ее цена? Это подробности недели с Алексеем Лихманом Мы возвращаемся в прямой эфир Спасение пациентов Дело кошелька самих пациентов Ведь наша бесплатная медицина очень дорого обходится людям Все медикаменты нужно покупать И при этом лечиться в нечеловеческих условиях В ободранных стенах и на поломанных кроватях Хотя больницы должны финансироваться из местных бюджетов Сотни медучреждений просто в коматозном состоянии Можно ли вылечить нашу смертельно больную медицину? Выясняла Павлина Василенко Стены покрытые грибком Разбитая сантехника Вместо мебели рухлядь Это не декорации фильмов ужасов А реальность для сотен украинских больниц Страшные фото и видео с завидной регулярностью Выкладывают в сеть пациенты Месяц назад украинцев шокировала очередная история О лечении в генической центральной районной больнице Вот кадры из инфекционного отделения Куда с ангиной попала дочь одной из отдыхающих Вместо капельницы пластиковая бутылка из-под минералки Штатив заменяет вешалка для одежды По словам женщины, она столкнулась также и с коррупцией Чтобы ускорить получение результатов анализов Пришлось платить Сейчас генический бархатный сезон Поток туристов не спал В райбольнице, которая стала интернет-страшилкой Говорят, летом нагрузка на больницу увеличивается А денег на ремонт нет Сейчас своими силами За деньги сельсоветов и благотворителей Ремонтируют терапевтический корпус Здесь будет у нас расположено отделение искусственной почки А вот приводить в божеский вид печально известную инфекционку Планируют с октября Для этого необходимо 4,5 миллиона гривен Ремонт сейчас очень дорогостоящий Очень дорогое удовольствие Субвенция медицинская в полном объеме Не обеспечивает заклады охороны здоровья А бывает у нас и три человека сразу на крапельнице Один топчан, другой, третий занятый Тогда уже нужно ждать А в этом здании времен Австро-Венгрии В селе Коршев, Прикарпатье Ютится сельская амбулатория Стены не видели капитального ремонта Уже не один десяток лет И вряд ли увидят Ведь идет сокращение сельских медучреждений Пока местные жители проходят здесь лечение В дневном стационаре Хотя иногда мест не хватает В прошлом году в деревне закрыли стоматологический кабинет С октября исчезнет лаборатория Лекарь имеет один фонендоскоп И еще остальное Чтобы элементарно назначить лекарство Мы должны иметь лабораторию Но без лаборатории лекарь Как без рук Вот эти аппараты 60-х лет То что вы не хотите Но ободранные стены – полбеды Настоящая беда – это пустые медицинские холодильники Во многих больницах по-прежнему нет вакцины от столбняка Батулизма и бешенства В Ивано-Франковском областном перинатальном центре Днем с огнем не сыскать вакцины от туберкулеза Врачи разводят руками Прошлогодние запасы закончились, а новых нет И когда появятся – неизвестно Не хватает не только вакцин БЦЖ, но и препаратов от полиомелита А до конца года не будет и пентоксима Вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша Которые детей до года должны прививать дважды Медикаменты в Черкасской больнице скорой помощи Есть только на первые сутки госпитализации За выданные лекарства пациенты расписываются вот в таких ведомостях Капельницы, таблетки и уколы На них ежедневно Николай Панченко тратит около полутысячи гривен За три дня на лекарства ушла вся пенсия Прогнившие полы туалет на улице, а вода только в этом умывальнике Так работают врачи станции скорой помощи в Сарнинском районе Ривненской области Лекарства, говорят медики, есть, но доехать до больных – вот настоящий вызов По Полесскому бездорожью пройдет только эта газель, но она на станции одна На днях президент пообещал выделить 4 миллиарда гривен из спецфонда, чтобы как-то исправить ситуацию На следующий год, чтобы медицина не умерла, по подсчетам экспертов нужно 150 миллиардов гривен Половина бюджета охраны здоровья – это деньги людей Вот эти лекарники, маленькие, за которые очень население держится, они не лекарники На самом деле, потому что они не дают стандартизованную медицину, не могут Реформа медицины, о которой говорят много лет, все никак не начнется Но и после принятия парламентом необходимых законопроектов рассчитывать на быстрое выздоровление медсистемы не приходится Первые существенные изменения будут только через несколько лет И вполне возможно, что ободранные больничные стены и дефицит лекарств пока останутся нездоровой украинской реальностью Павлина Василенко, Кирилл Ющишин, Богдан Савруцкий, подробности недели, телеканал Интер У нас в студии Ирина Луценко, народный депутат и представитель президента Украины в парламенте С ней обсудим и старт парламентской работы, и все те проблемы, которые этот старт сопровождают Ирина, здравствуйте, спасибо, что присоединились Добрый вечер Давайте оттолкнемся от просмотренного вместе сюжета Я видел, он вас ужаснул Состояние действительно нашей медицины современной плачевное Здесь спорить не с чем А проект Минздрав, который подал Минздрав реформы системы здравоохранения лично вас устраивает или нет? Чтобы вы ответили тем политикам, которые называют его демонтажом украинской медицины Вот это дословная цитата Единственное, чтобы меня не влаштовало в цей реформе, и про это, до речи, говорил президент Украины в своем В своем возвращении к парламентарям Это малая увага, которая будет приделена этой реформе в сельской медицине Само поэтому, за наполяганием президента, при распределении арештованных денег и конфискованных денег Вы знаете, это 39 миллиардов гривен Президент наполяг на то, чтобы уже в этом бюджете 2017-го, когда мы переголосовали профицит Уже выделено на спецфонд, который не сгорит до конца года, 4 миллиарда Само на сельскую медицину Вот я смотрела сюжет с вами Это на обновление обладания в амбулаториях, ФАПах, в сестринских и фельдшерских пунктах Это на обновление дорог Это на закупивлю швидко-фельдшерских документов Смотрите, возможно, пока не возможно стоит эту норму прописать все-таки и в этом законопроекте Потому что в следующем году, может, денег на такую разовую акцию не хватит Вот мы завершиваем работу сьогодні, до речи, в президента Булана Рада Где мы завершили уже подготовку этого закону Про покращение качества и доступности медицины в селе Він пиде третьим законопроектом в цьому блоке реформи У нас 36% населення проживает в селе Президент сказал, доступность и качество медицины должны быть одинаковые Как в городе, так и в селе Давайте вообще о реформах в целом В принципе, пока из запланированного пакета реформ Старт получился более-менее удачным Реформа образования, есть критика, конечно, она звучит Но все-таки проголосована Вы как предполагаете, эта осень подарит все-таки Украине и следующие реформы? Или процесс застопорится? Я говорю и о медицинской, и о пенсионной, и о земельной и так далее Я уверена, что будет проголосована до конца вестерка Завершится судовая реформа Мы выходим уже там больше 5 тысяч поправок И каждый депутат имеет право, чтобы его поправка разглянулася в зале До конца вестерка мы разглянемо судовую реформу И я думаю, что в четверг мы приступим к пенсионной реформе Яка также будет иметь поддержку голосов, самопомощь Будет поддерживать, кроме коалиции, и медичную реформу Я знаю, что есть поддержка в группе, есть поддержка в межфракционных депутатах По пенсионной реформе мы плануем завершить ее до конца вересня И приступить к медичной реформе И на 1 жовтня мы выйдем к подвищению пенсии 9 миллионов пенсионеров Про которые говорит министр финансов Мы об этом только что говорили, да, вы видели наш эфир, наверное, с министром финансов Будет проголосовано и пенсионная, и медичная реформа До земельной реформы будет приступлено позже Лише после того, как общество будет проинформовано Користовщие земли, это фермеры, это селяны, воинство Это, пожалуй, действительно один из самых болезненных законопроекта Отримают разъяснение, что может принести им открытый рынок в земле Как это будет? Только после того, как общество зрозумеет и поддерживает этот курс Здесь действительно нужно очень аккуратно и осторожно И действительно разъяснения для общества нужны Как нужны они и осторожность, и аккуратность, и разъяснение в другом вопросе Самой громкой теме этой недели, я имею в виду блокирование правительственного квартала Как вы относитесь к требованиям автовладельцев европейских автомобилей с евробляхами, как их называют? Ну, их основная треба, они готовы легализоваться, но за маленькие деньги Я бы сравнила это с ситуацией и трошечки переклала по-другому Вот я обратился сейчас до наших воинов, которые приблизно такого века, как эти парни, которые бастают тут Проявляют свою военно-бойничество не на фронте, там, где парни вмирают и защищают Украину А тут, под стенами Верховной Ради Что говорят эти митингователи? Знаете, мы не хотим, мы трошки хотим утримовать армию Мы не хотим платить податки Знаешь, это же нужно утримовать армию Мы не хотим подвищивать пенсионерам пенсии Чему? Бо мы не хотим платить податки, мы не хотим платить мита Мы не хотим платить акцизы А это значит, мы не хотим, чтобы мы ездили по хорошей дороге Ирина, но все-таки вся Украина вздохнет спокойнее, если и мита, и акцизы немного снизятся Я думаю, что это вопрос к депутатам Верховной Ради Но не может такого быть Что вы имеете автомобиль, я имею автомобиль, хлопцы, которые нас снимают Люди, которые смотрятся за нами, заплатили полную цену А значит, и заплатили податок на доданную вартность И заплатили миту, и заплатили акциз Все необходимые податки Эти деньги пошли в казну, ремонтуются дороги Утримаются армия, пенсионеры, лекаря и вчителя Вы помните, как я начал формулировать вопрос? Тема, которая тоже требует особой тщательности и щепетильности, да? Государство как может урегулировать на сегодняшний день эту проблему? Когда есть армия многочисленная людей, которые что-то требуют И есть, ну будем откровенными, нежелание власти идти на встречу Угрожают протестными настроениями Автомайданом Долгосрочными, бессрочными акциями протеста Нет, это не желание влады идти на встречу митинговальникам Это право Граждане Украины, оно прописано в Конституции Выходьте и отстойте свои права Но, хочу подкреслить, Конституция каже, что обязательства и права каждого гражданина однаковы Если одни граждане сплачают миту, податки То так же другие граждане, которые не хотят этого делать Также должны сплачивать миту и податки Понятно, ваша позиция ясна На этой неделе выступал президент в парламенте Вот по вашим ощущениям реакции зала Как его приняли, какие выводы вообще можете сделать Удастся ли хотя бы в этом политическом сезоне Сделать парламент местом, ну просто работоспособным А не тем, каким он был последний год, то, что мы видели Я бы сказала, что президент, звертаючись до суспільства через Верховную Раду Проговорил основный месседж Если мы вместе работаем, выполненная влада, президентская вертикаль и Верховная Рада Голосуючи за законы, а потом Кабинет Министров их реализовывает через подзаконные акты Через ту стратегию, которую задает президент, у нас выходит Он привел элементарный пример Еще три года назад у нас не было армии Это чудо За три года, за помощью виконавчей влады, за помощью парламенту через законы Мы создали действие, взули, одели и озброили армию Президент говорил про 16 тысяч новых видов техники Про патроны, про обмундирование и так далее Мы сделали систему децентрализации Вот я сейчас повяжу медицину с децентрализацией, с этой реформой Если вы внимательно слушали президентскую промову Он сказал, что бюджеты местные уже превышают больше 50% от всех бюджетов От центрального, если сравнивать Больше 50% уже бюджетам належат в регионах Так вот, на следующий год, когда говорил министр Данилюк Он сказал, что минимальная заработка будет немного повышена Майже до 4 тысяч гривен Это еще позволит наповнить больше местных бюджет Это означает, что возможность местных громад будет И на получение лекарей, и на получение амбулаторий, про которые я сказала И на строительство новых дорог Но это в том случае, когда все громадяни, все до единого Будут готовы платить податки, платить мито, платить акцизы Только тогда, когда мы будем делать это вместе Еще один меседж Президент впервые за три года говорил больше о мир Он задал стратегию на три года Это объединение к единому авиационному европейскому простору Это объединение к европейскому митному простору К енергетическому простору То есть, задано курс Мы становимся членами НАТО Мы двигаемся к Европейскому Союзу Спасибо вам за эти ответы За участие в нашей программе Ирина Луценко, народный депутат Украины Блок Петра Порошенко, представитель президента В парламенте была гостью подробностей недели Спасибо Мы же с вами возвращаемся к самому громкому событию этого дня Взрыву в центре Киева Я напомню, несколько часов назад взорвался автомобиль Водитель погиб В полиции говорят, что взрыв носит криминальный характер То есть, это не теракт И, возможно, связан со стрельбой Имевшей место сегодня днем в другом районе столицы На месте событий находится моя коллега Елена Зорина Сейчас она вновь на связи со студией подробностей недели Лена, что стало известно к этому времени? Прошу Леша, ну к этой минуте известно, что, собственно, со стрельбой Которая сегодня произошла также в столице Пока связи правоохранители не находят По крайней мере, об этом говорит спикер МВД И также, по его словам Есть ли связь с покушением на других чеченских добровольцев Осмаева и Акуеву Которое произошло этим летом Также правоохранители пока что сказать не могут К этой минуте квартал по-прежнему оцеплен Работают правоохранители, спасатели, взрывотехники Следователи Здесь также много зевак, журналистов Вот кадры практически сразу после произошедшего Видно, что от салона автомобиля практически ничего не осталось К этой минуте известно, что погибший сидел не на водительском А на пассажирском сидении Это подтвердили нам и друзья погибшего А женщина на водительском За ее жизнь, напомню, борются врачи У нее тяжелая травма ноги И по информации друзей погибшего Она не жена, а знакомая Ну и вот, что говорят очевидцы Ну так случилось, что я в этот момент проходила повз Тому я слышала этот вибух Он просто за моей спиной отбывался Я слышала звук Действительно, это был звук глухий Но достаточно мощный Для того, чтобы понять, что это не колесо в машине лопнуло И не что-то такое будет Не случилось И даже могли бы постраждать люди, которые находились вокруг Потому что это центр города И вот этот период, когда все идут Дуже много людей на улице Известно, что погибший это Тимур Махаури Гражданин Грузии Он воевал на востоке Украины Говорят, друзья в составе одного из чеченских батальонов И имел разные связи с чеченскими кругами А еще криминальное прошлое Ну вот, к примеру, в Украине он задерживался И был осужден за хранение оружия Получил условный срок 5 лет со строчкой 3 года А вот по информации турецких СМИ в Стамбуле подозревался в сфере убийств Но друзья нам говорят, что он был оправдан Также друзья погибшего говорят о том Что он якобы личный враг Рамзана Кадырова И в этом преступлении есть российский след Мы с ним познакомились на востоке В зоне АТО Он был... Он состоял в батальоне имени Шейха Мансура Ну, я его знаю как хорошего, прядочного человека Преданного друга, отзывчивого Угрожали, на него покушения были В Грузии на него было 3 покушения Ну, охрана центра города усилена Полиция усилила патрулирование И как на улицах, так и в метро Также привлечена нацгвардия Но мы продолжаем следить за развитием событий И ждем первых оценок экспертов Алексей Если они появятся во время нашего эфира Обязательно расскажем хорошо нашим зрителям Пока спасибо Моя коллега Елена Зорина была на связи Со студией подробностей недели С последней информацией о резонансном убийстве Которое произошло в центре столицы Буквально пару часов назад Еще одна часть нездоровой украинской реальности Валютная Цифры в обменниках опять лихорадят Все лето курс доллара держался на отметках Около 25 гривен И только люди привыкли к этой новой стабильности Опять перевалил за 26 И как бы не было снова 30 О колебаниях нацвалюты Напомним в нашей короткой справке Ее история Это история падений Без взлетов Хотя начиналось все вполне устойчиво и оптимистично В 1996 украинская валюта была равна немецкой марке И стоила меньше двух долларов Первый обвал произошел через два года Из-за дефолта в России рубль рухнул А за ним пошатнулась и гривня Новый валютный курс стал 1 к 5 И такие цифры красовались на табло отбинников Долгие 10 лет При этом в 2005 гривня даже слегка укрепилась Подорожала на 30 копеек Это было единожды За всю ее непростую валютную историю Но мировой кризис 2008 обесценил и украинские деньги Тогда это казалось шоком Доллар по 8 гривен Так продолжалось до 2014 Последние три года падение гривни стало стремительным 10 гривен за доллар 13, 17 и даже 30 Ценники в обменниках переписывали буквально каждый день Доходило даже до 40 гривен за зеленый Пока курс не приструнили административными методами До 25 Гривню лихорадит сильно Но при этом украинская валюта всегда падает с колебаниями В основном сезонными Традиционно летом цена доллара немного опускается А осенью опять растет Сейчас уже повысилась на гривню Вот казалось бы всего на одну гривню курс просел А все равно уже не по себе Тем более что фон для этого неприятный Здесь и отсутствие новостей об очередном транше от МВФ Напомню ждали эти деньги еще в начале лета А теперь никто не берется прогнозировать Зайдет ли транш в Украину до конца года Еще одно государственный долг Вот недавнее сообщение Министерства финансов Госдолг Украины вырос на миллиард долларов Теперь все украинцы должны 76 миллиардов долларов И пиковые выплаты по этим долгам Приходится на ближайшие годы Естественно, вопросы об этом нужно задавать Представителям Национального банка Судьба гривни это ведь их ответственность И вот прямо сейчас у нас есть такая возможность Олег Чуризм, главы Нацбанка На связи со студией подробностей недели Олег, приветствую вас Скажите, как в Нацбанке воспринимают вот такое падение гривни? Дальше может быть больше? Или вы считаете достаточными резервы Украины Для того, чтобы удержать национальную валюту От существенных колебаний? Краткостроково наши резервы На достаточно высоком уровне Это наибольший уровень С начала 2014 года На 1 вересня наши резервы Складали больше 18 миллиардов долларов Это позволяет нам В короткостроковой перспективе Деколька лет Почевать себя достаточно комфортно Стосовно возможностей Нацбанка Згадживать курсовые колебания Что касается курса доллара до гривни То на сегодня, за последний неделю Мы видим, что гривня дещо снизила свою вартость Мы связываем это, напевно, больше С отказанным попытом, который сформировался в летнем месяце Оскільки были отпустки И мы видим, что чуть-чуть увеличилась купивля Но мы не видим в этом никаких проблем У нас плавающие курсы утверждения И на сегодня ситуация полностью контролирована Мы не видим никакой паники на рынке Ну хорошо, а вот если до конца года МВФ так и не даст Новый Транс Украине Как это отразится на курсе? И вообще, Нацбанк еще рассчитывает на получение новых заемов от МВФ? Все-таки политики не спешат выполнять требования фонда? Нет, это не зависит на сегодня отримание траншу и курс Хочу нагадать, что минулого года мы прожили почти один год без траншу Для нас главное, чтобы Украина находилась в программе Затемки на некоторый час не будут влиять на курсовые колебания До конца этого года мы сохраняем наши прогнозы на то, что Украина отримает транши на загальную сумму 3 миллиарда долларов А загалом до конца будущего года, а будущий год это конец нашей программы с МВФ Мы планируем отримать загалом близко 9 миллиардов долларов Ну что ж, остается только пожелать удачи Вдруг действительно удастся получить от МВФ эти средства Олег Чуризм, главы Нацбанка, отвечал на мои вопросы Спасибо вам за это О миллиардах долларов говорили сегодня и в Одессе Там прошла международная транспортная конференция Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия Звучит это, конечно, суховато Но в подтексте тысячи новых рабочих мест и десятки миллиардов долларов доходов По сценке Владимира Гройсмана транзитный потенциал Украины, а наша страна с точки зрения транзита Расположена все-таки очень выгодно Так вот, его можно увеличить в 20 раз Это почти на 300 миллиардов долларов больше Если реализовать хотя бы часть этого потенциала То, наверное, можно будет раз и навсегда забыть обо всех скандальных баталиях за транш от МВФ Впрочем, ключевая проблема тут все-таки в дорогах Если украинские дороги останутся такими же дырявыми То не получится заработать даже доллара из этих 300 транзитных миллиардов Окремо хотел бы подкрести, что мы начали строить в этом году Гоу-Хайвей Это заход, заходный кордон Украины И певденный доступ к портам Одессы В том числе, мова идет про Миколай И мы уже додаем до этой дороги Херсон То есть, мова идет про Одессу, Львов, Тернопіль, Хмельницкий, Вінниця, Умань На Одессу, вниз, на певдень нашей страны Я наголошую на том, что Дорожний фонд в наступном году Будет иметь ресурс приблизительно более 40 миллиардов гривен Это означает, что мы еще больше будем строить дороги Тем временем на Донбассе восстанавливают разрушенную инфраструктуру Школьное перемирие вполне можно назвать ремонтным На фронте сейчас действительно стреляют меньше Конечно же, противник постоянно провоцирует Открывают огонь и по нашим позициям Особенно горячо возле Авдеевки и Марьинки Но массированных атак нет, а значит Появилась возможность немного отремонтировать разрушенное Ну, правда, ремонтные работы больше напоминают военные операции Одну из них видел и наш Геннадий Вивденко Что происходит на передовой и в прифронтовых городах По всей линии фронта сейчас неспокойно В Авдеевке погиб украинский боец Первый по официальным данным После начала школьного перемирия Кажется, противник играет в поддавки Ночью враг под Авдеевкой провоцирует и ждет ответного огня В целом оккупанты, можно сказать, придерживаются школьного перемирия Ночью автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы Или стрелковое вооружение Но бойцы на фронте считают, что это практически тишина Бойцы под Марьинкой во всей готовности ждут обстрелов В любой момент, несмотря на затишки Уверяют, в рядах оккупантов смятение Ослабление противника связано с тем, что у них творится в их рядах Потому что если просто зайти в соцсети, в интернет И посмотреть, что они сами о себе пишут Демотивированы? Да, они достаточно демотивированы относятся к тому, что сейчас происходит Их там всякие всевозможные посты о том, что они хотят изменить что-то там Типа у себя, но у них не получается, и у них опускаются руки Эти гусеницы едут по улицам Краматорска Но это не танки и БМП, а огромный ремонтный агрегат Дорожная фреза На украинской стороне рук не опускают И перемилии используют для восстановления разрушенных дорог Работы хватает Работы много делается И Краматорск, и Славянск И такие города Все понемногу На донбасские трассы выделяют миллионы государственных гривен Частично восстановлена дорога Славянск-Бахмут, Краматорск-Покровск Свежий асфальт появляется и на центральных улицах крупных прифронтовых городов Дороги нужно ремонтировать Когда это в последний раз делалось? Очень давно Это фронтовой Торецк Ремонтники уже неделю тут работают Чинят ключевой водопровод Который идет из оккупированной Горловки И сейчас готовятся к выезду Наград не ждут А вы не посмертны? Не, тву-тву-тву Как там, не боитесь ехать на ту сторону? А что боятся? Красный крест Саперы впереди Так что там боятся? Не первый раз Анатолий Степанович в который раз латает в адамагистраль после обстрелов боевиков Куалдометром работаете? Конечно Ну конечно, без этого вы не забьете Отверстие не забьешь без куалдометра В ремонтной группе и представители международных организаций и саперы Это серая зона Вы будете работать практически вот так вот недалеко от сепаров С вами Красный крест сегодня Завтра еще будет наглядывая миссия ООН ОБСЕ там стоят, ну как бы они тут для красоты Красный крест, вот старший Да, вот старший он Нас попросили бы присутствовать здесь Как нейтральная организация Чтобы Я не знаю, это как учитель в классе Все дети ведут себя хорошо Бригаду прикрывают соседней высоты опытные военные Мысль только одна Территория наша, мы почему-то просим Поэтому нужно возвращаться на свои места, на законные свои места Мы здесь, мы дома И мы защищаем свою страну, к сожалению От противника, который на нашей земле и стая диктует нам усвоя Ну все изменится, будем не давать мысль усвоя на своей стране За неделю работ в Торецк уже полностью возобновили довоенный объем подачи воды Угрозы гуманитарной катастрофы уже нет Но нужно заменить почти полкилометра прогнившего трубопровода Накануне зимы для полноценного отопления города А для этого нужен месяц тишины Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области О тишине на Донбассе на этой неделе говорили необычно много И во всех ключевых столицах Миротворцы, это слово опять стало главным в контексте продолжающейся войны на востоке Украины Еще два года назад представители Украины выступили с предложением Направить в зону войны на Донбасс международный миротворческий контингент И только на этой неделе впервые некое согласие с миротворцами выразили россияне Так вот, по их логике, миротворцы должны почему-то только охранять наблюдателей из ОБСЕ А размещаться не по всей территории Донбасса и не на государственной границе между Украиной и Россией А только по линии соприкосновения Министр иностранных дел России Сергей Лавров даже специально уточнил После бури обсуждений в Москве не считают, что нужна именно миссия ООН Попробуем сегодня разобраться, можно ли из вот такой позиции России Выжать приемлемый для нашей страны и для друзей Украины на Западе вариант размещения миротворцев Начнем с Соединенных Штатов Что говорят в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН об отправке миротворцев на Донбасс И прочитали ли уже спешно подготовленный российский проект резолюции Совбеза ООН Он по этой теме узнавал Дмитрий Анопченко Стоило только в кулуарах этого здания появиться российскому проекту резолюции О миротворцах для Донбасса, как СМИ мгновенно разогнали волну предположений Все обсуждали условия России, все гадали о последствиях Не задумываясь, есть ли вообще шанс у этого документа Уже прошли первые консультации на уровне экспертов И они показали вопросов к российским идеям так много Что Киеву даже нет смысла вносить свои правки Документ просто не пройдет Мне понравился такой выстрел, попали в штанг Почему? Потому что в том виде, в котором эта резолюция внесена Она не имеет никакого шанса быть схвалена И вопрос не только в позиции Украины А в том, что за такими элементарными подрахунками наших партнеров Даже тех, кто не абсолютно нас поддерживает в Раде безопасности А так ситуативно Эта резолюция не наберет даже 9 голосов Я уже не скажу про ВЕНТО, какие есть еще у четырех краинок на Российской Федерации Так что шансов у этого документа нет Сотрудники здешнего секретариата, впервые увидев российский проект, удивились Говорят, слишком уж непрофессионально подготовлен Мол, одно только предложение, чтобы голубые каски ООН охраняли сотрудников ОБСЕ Чего стоит Или идея, чтобы миротворческую миссию с главарями ДНР, ЛНР согласовывали Ну кто захочет создать опасный прецедент И конфликтных пунктов в российских предложениях настолько много, что обсуждать их можно долго Миссия ООН должна быть в первую очередь на российско-украинском государственном кордоне А не на линии разведения или дотику По-друге, мандат этой операции ООН должна охопливать всю территорию Донбасса В первую очередь оккупированную часть, а далее и всю территорию Сили ООН, конечно, могут находиться и на линии разведения Но это не первое очередное место Первое место – это кордон, с которого все проблемы начались в 2014 году Далее, какой бы ни был склад будущих ООН, если они будут на Донбассе Мы там, будь какую часть Россию, выключаем Направить на Донбасс миротворцев Эту идею в Украине многие политики считают реальной возможностью остановить войну Первое письмо с такой просьбой ГИНТЕКу ООН направили 2,5 года назад Но Россия прямо давала понять – даже не выносите решение в Совбез, все равно наложим вето Почему же резолюция России появилась именно сейчас? У тех, кто давно работает в ООН и изнутри знает, как действует эта организация Есть несколько версий Одна – мол, дипломаты действительно отработали команду из Москвы Как в старой шутке – то, с чем не можешь справиться, нужно возглавить, чтобы потом развалить Но в этом случае непонятно, почему в резолюции содержится так много противоречивых и заведомо непроходных моментов Есть и другая версия – мол, этот документ исключительно для внутреннего употребления в России Чтобы потом, когда он не пройдет, говорить на многочисленных ток-шоу и в теленовостях Говорить на все голоса – мол, мы сделали, что могли, но никто не хочет урегулирования Видите, нас же никто не поддержал Как бы там ни было, шум вокруг идеи о миротворцах не похоронил ее Наоборот, к ней появился интерес И уже через неделю с небольшим, во время визита Петра Порошенко в Нью-Йорк, эта тема явно станет одной из самых обсуждаемых Возможно, нет российской резолюции, ведь вовсе не означает, такого же нет украинской То, что процесс уже начнется, это уже плюс И я думаю, что еще один плюс, что наши партнеры и безопасности тех нас поднимают Зазумели, что действительно, может быть, такая присутствие нужна Но какой будет формат, какой будет мандат – это вопрос номер один А форматов существует множество Наблюдательной миссии до миротворческой операции, когда из сотрудников ООН формируется переходное правительство Которое готовит оккупированную территорию к возвращению в состав страны Такое в бывшей Югославии было Многие видят здесь параллель, но в случае с Украиной говорить об этом пока рано И штаб-квартиры ООН, Нью-Йорк, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер Рано или нет, но начинать трудиться над реальным воплощением идеи о миротворцах нужно уже сейчас Чтобы в итоге было принято выгодное для Украины решение И в первую очередь трудиться придется украинским дипломатам Также Константину Елисееву, заместителю главы администрации президента Украины И неформальному куратору внешней политики нашего государства Теперь у нас есть возможность задать ему вопросы непосредственно Константин Петрович, приветствую вас Скажите, вот россияне уже отправили свой проект резолюции по миротворцам Совбез ООН Готовится ли украинский проект резолюции по миротворцам для Донбасса? Или наши дипломаты попытаются внести нужные изменения в российский проект? Действительно, свою резолюцию украинская сторона еще передала в 2016 году Партнерам по Раді Безпеки На жаль, на той час вона не выкликала, соответственно, реакции от партнеров Оскільки Российская Федерация заняла негативистскую позицию Звичайно, за доручением президента Оновлений проект резолюции был буквально несколько дней тому передан партнером по Раді Безпеки Звичайно, мы готовы дальше работать Дуже добре, что на сегодня Украина є членом Ради Безпеки ООН Звичайно, дуже важливо, что ближчими днями президент поедет до Нью-Йорка Где возьмет участь, как в заседаниях Ген-Ассамблеи ООН Так и в саммите Ради Безпеки ООН, на який президент Украины запрошенный Ну а вот если говорить о цене такой миротворческой миссии То кто вообще может заплатить за нее? Тут ведь идет речь о размещении, функционировании Как это может работать? Это абсолютно стала нормальная практика Вы знаете, что в рамках ООН есть два уровня бюджета Один регулярный бюджет, который, собственно, используется на функционирование самой ООН и секретариата А есть бюджет на так называемые миротворческие операции Это отдельный бюджет, который вносит, вносит, вносит все страны и члены И, конечно, именно с этого бюджета на писькипинг операций, на миротворческие операции Будет действовать финансирование будущей, возможной миротворческой операции на территории Донбасса Понятно, хорошо. Вот если говорить о сроках теперь, то каков ваш прогноз? За какое время можно согласовать ключевые условия и договориться о направлении миротворцев на Донбасс? О неделях речь идет, месяцах или годах? Ну, конечно, я понимаю чисто по-людски нетерпение многих, чтобы как можно быстрее разместить миротворцев Мы так же всего желаемо, но кроме желаемого есть реальные возможности А реальность на сегодня такая, что это займет даже не недели, а месяцы Узгоджение мандату и размещение безпосередних миротворцев Как правило, это может зайняться, я не хотел бы бегать вперед, но судячи с практики Не менее 6 месяцев от момента ухваления решения до повноценного разгортания миротворческой операции Потому что, как я уже сказал, есть определенные этапы, которые включают, начиная от направления оценочной миссии И продолжая, например, направление передовой группы, которая будет формировать всякие логистические, приятные условия для размещения миротворцев И которая будет включать, например, запись до всех стран-членов ООН на предмет надения миротворцев И которые будут включать, в частности, и безпосередно доставку этих миротворцев Доставку обладнания, техники И поэтому это займет, конечно, в определенные месяцы Но, конечно, лучше начинать уже, как можно скорее, чтобы экономить этот час Но, опять-таки, достаточно быстро это не будет Нужно набраться терпения Ну что ж, будем надеяться, что эта работа все-таки завершится успешно Константин Елисеев, замглавной администрации президента Украины И неформальный куратор внешней политики нашего государства Отвечал на мои вопросы Почти 9 месяцев этот судебный процесс ожидали И вот, наконец-то, он начался Кого судят за гибель пяти полицейских в княжичах? И кто все-таки может уйти от ответственности за бойню? Об этом сразу после рекламы Вы смотрите подробности недели Мы возвращаемся в прямой эфир Судебное продолжение убойного боевика Уже неделю идут суды над фигурантами дела о расстреле в княжичах На скамье подсудимых трое И всех их отправили под домашний арест Кто эти люди? Какова их роль в перестрелке? Почему причиной смерти четверых силовиков Называют нецензурную двусмысленность? И главное Что же произошло в княжичах 4 декабря? В этой детективной истории Со многими неизвестными Пыталась разобраться Ольга Теребинская Поселок Княжичи в 30 километрах от Киева Здесь множество элитных домов А значит и большой соблазн для воров Вот эта тихая улочка 9 месяцев назад превратилась в поле боя Рано утром 4 декабря Столичные оперативники при поддержке Корда Готовили задержать группу грабителей В этот момент в одном из соседних домов Сработала сигнализация На место выехала полиция охраны Последние приняли оперативников за бандитов За оперов вступился спецназ За каких-то 30 секунд машина полиции охраны превратилась в решето Валентин успел спрятаться на двое его коллег Оперативники и сотрудник Корда Погибли на месте Утром посыпались версии Полицейские из полиции охраны Прибули на место И на месте Затримали двоих осіб Які були Оперативними працівниками полиции И в цей час Трапталася Перестрілка Між ними Керівний склад цієї операції Керівництво цієї операції Дали діюло непрофессійно І неправильно Слідчий генпрокуратура Бачаєт в діях Тих, хто координував подальші дії Явні рознаки злочинної недбалісті Елітний грабіж Который крошувався Більшими ешелонами Руководства полиції Почему і оперативно сработав Корт І с этого момента Начинається настоящий детектив Як правоохранители Із трех разных подразделений Не нашли общего языка Кто отдал приказ стрелять І хто открыл огонь первым Принципиально оцениваю ситуацию Я абсолютно убежден в том, что В княжище Произошло преступление І абсолютно убежден в том, что Те, хто погибли под пулями Они просто оказались Ненужними свидетелями В ненужном месте І їх просто зачистили Сразу же после случившегося Из органа увольняют 8 человек Ещё 12 подвергают служебному взысканию Но судебные разбирательства Этой смертельной путаницы Начались только неделю назад Троим фигурантам прокуратура Вручила подозрения На вопрос, почему молчали 9 месяцев Отвечают Экспертизы затянулись Первым на судебной скамье Оказывается Леонид Курята Эксначальник уголовного розыска столицы Ему инкриминируют превышение служебных полномочий И организация убийства По словам прокуратуры Именно он отдал приказ Стрелять на поражение Но сам Курята всё отрицает Говорит, команда матом была на задержании Задержать означает не на поражение Стрелять, чтобы обезвредить Сначала воздух с предупреждением Потом по каким-то уязвимым частям тела Тем же ногам Приказ был в любом случае незаконным Как раз нецензурная двусмысленность Возможно и стала спасением от СИЗО Суд отправляет Куряту под домашний арест К сожалению, это говорит о том Сколь, ну скажем, глубины Вот эти вот Возможность преступных действий Внутри милиции Если начальник даёт в такой способ команду А тот её принимает как достоверную Принял матерный приказ И передал его по цепочке По версии обвинения Роман Мариновский Бывший заместитель начальника отдела уголовной полиции Статьи те же, что у начальника Но его заседание адвокаты попросили сделать закрытыми Вирішуются доли людей Разумеете? Как завтра Батька показывают по телевизору И дети будут тикать его детям И рассказывать про то, что он вбився Скажите, пожалуйста, как это будет выглядеть Вина не доведена А вот этот молодой парень Старший инспектор Корда Андрей Курта Один из тех бойцов, которые выполнили команду И открыли огонь Ему инкриминируют покушение на убийство На этих кадрах с камер наблюдения видно Как к машине полиции и охраны Подбегают двое сотрудников Корда И мгновенно открывают огонь Один из них погибший кордовец Виталий Валецкий Который, по версии следствия, и убил всех четверых Второй, утверждает прокуратура, именно Курта Сам Курта ствердит, что он стрелял вверх Мы считаем, что это не соответствует действительности Оскільки и на видео этого не видно И там, где найденные гильзы Фактически не соответствует траектории их вылету Но сам инспектор комментировать что-либо на суде отказался Можно позже И Мариновского, и Курту суд также отправил под домашний арест Будет полицейный суд давать оценку этому судовому решению Правда лишь, что все эти люди, которые сейчас оказались под подозрением И те восемь людей, которые, кажется, действительно не понимали, что происходит Или понимали, но исполняли всего лишь приказы Никто не знает Но пока в апелляционных судах будут обсуждать меры пресечения Пока прокуратура вручит еще восемь анонсированных подозрений Остальные вопросы остаются без ответов И главная из них Причастны ли правоохранители к ограблениям домов? И кто же оказался первым в цепочке убийственных приказов? Ольга Теребинская, Андрей Кузнецов, Сергей Килимник Подробности недели, телеканал Интер И возвращаемся к событиям Этого дня появилась новая информация О состоянии женщины Пострадавшей при взрыве Тойоты Сегодня в центре Киева Детали узнаем у Алексея Пшимырского Он снова на связи с нашей студией Алексей, тебе слово Да, Алексей, вот буквально несколько минут тому назад К нам вышел заведующий отделением политравмы 17-й киевской больницы Куда доставили пострадавшую По его словам, до сих пор продолжается операция Она уже длится около 4-х часов А женщину доставили сюда в 18.40 Вот как удалось узнать Ее оперируют три бригады лучших хирургов Которые съехались сюда Со всего Киева Для того, чтобы попытаться спасти ее жизнь Нам также удалось пообщаться Со знакомой этой женщиной Которая нам рассказала немного больше О ее состоянии Давайте послушаем комментарии Нарази она находится в операционной И оперирует нарази три бригады хирургов У хвори поединена, важка, комбинована травма Стан ей важкий Ее привезли без всяких документов Потому что она вся обгоревшая У нее разрыв правого бедра У нее повреждена очень правая рука Правая нога Оторвана левая пятка И очень повреждены ткани лица И вот как нам удалось узнать Что пострадавшую зовут Наталья И как сообщила ее знакомая Наталья является всемирно известной моделью Долгое время, по ее словам Она была лицом известной торговой марки Кристиан Диор Но вот установить ее личность Нам пока что не удалось Также скажу, что ее ребенка Которому 6 лет Отвезли в ожоговый центр По словам врачей Сейчас состояние ребенка стабильное У него ожог первой степени Однако угрозы для жизни нет Также добавлю информацию о пострадавших ранее во время перестрелки на улице Дегтяревской Напомню, что их также привезли в эту же больницу Как сообщил нам заводделением Один из пострадавших сейчас находится в отделении интенсивной терапии Его прооперировали У него было ранение живота А также ног А второго пострадавшего также прооперировали Сейчас его уже перевели в палату И состояние у человека пока ничего не угрожает Сейчас с ними работают следователи и правоохранители Пока что это вся информация Будем дальше ждать новостей Огромное тебе спасибо за нее, коллега Алексей Пшемыски был на связи со студией И вот несколько минут назад появилось видео взрыва Я сейчас попрошу показать его Это центр столицы, район Бессарабского рынка Видео было записано на видеорегистратор Одной из машин, которая то ли двигалась, то ли была припаркована В противоположном направлении Вы видите всю мощность взрыва Только чудом, наверное, никто не пострадал из прохожих Что обошлось без летальных исходов в этот момент Вы видели, насколько далеко были разбросаны фрагменты автомобиля, который взорвали Я приношу свои извинения, что мы заканчиваем нашу программу такими жуткими кадрами Но вы же прекрасно понимаете, что события и темы наши диктуют наши реалии И не наша в том вина, что они становятся все эти реалии все суровее и суровее Это были подробности недели Спасибо, что смотрели Мы обязательно встретимся в этой студии через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!